Гифку со знаменитым котом Нянкэт продали за 600 тысяч долларов на аукционе криптоискусства. Художник Пакрас Лампас продал за 29 тысяч баксов фотографию своей работы в виде невзаимозаменяемого NFT токена. А вот сооснователь твиттера Джек Дорси продал свой первый твит, сделанный еще в 2006 году, на криптоаукционе в формате NFT токена за 2 миллиона 900 тысяч баксов. Художник Бипл продал свое произведение, которое существует только в виде цифрового файла за ошеломительные 69 миллионов 300 тысяч баксов на аукционе Кристис, тоже, кстати, в формате NFT токена. Что, черт возьми, происходит? Что за невзаимозаменяемые NFT токены такие? Почему люди вдруг стали скупать за баснословные деньги гифки, картинки, видеоролики, посты в соцсетях? Кому это выгодно? Как продать свое творчество и сколько можно на всем этом заработать? Начну с самого интересного. Как создать свой NFT токен? Для этого нужно иметь три вещи. Сам контент, который вы хотите превратить в токен, кошелек эфира, метамаск или другой, а также зайти на сайт openc.io. OpenC — это крупнейший NFT маркетплейс. Ссылка есть в описании. Нажимаем на Create, логинемся через свой кошелек эфира. Если его еще нет, то тут же можно создать новый. Я скачал расширение для браузера метамаск и зарегистрировал новый кошелек через него. Далее попадаем в подобие личного кабинета, где видим, что OpenC совместим и с Rarible, Mintbase, Cargo и Mintable. Это тоже маркетплейсы, через которые можно продавать свои работы в формате NFT токенов. Нажимаем Create new collection, устанавливаем аватарку коллекции, придумываем ей название и описание. Далее в эту коллекцию можно загружать контент. Это могут быть картинки, гифки, видео, 3D-модели или аудиофайлы размером до 100 МБ. Я выберу вот такой арт, который хотел использовать в качестве превью для своего видео. Далее прописываем название работы и ее описание. Ссылку, если это необходимо, прикрепляем. Выставляем прочие параметры вроде скорости, превью и так далее. Тут можно просто разобраться методом тыка. Также можно поставить галочку напротив разблокируемого контента. Все, что вы сюда напишите, будет видеть только покупатель, владелец данного токена. Далее указываем количество, сколько копий вы хотите продать. Я пока не могу выбрать больше одной и нажимаем Далее. Вот и все. Так просто мы создали свой NFT токен. Теперь его можно продать. И вот тут начинается все самое интересное. Если вы хотите торговать своим искусством, то можете установить фиксированную цену на ваш арт. Выбрать формат аукциона, либо продать сразу несколько артов. Можно настроить срок действия аукциона, минимальную ставку и многое другое. Но учтите, что перед тем, как NFT токен уйдет на торги, вам нужно будет оплатить комиссию площадки. В данный момент размещение на продажу стоит 0.05 эфира, или почти 85 баксов. Цена на размещение каждый раз разная и зависит от стоимости комиссии за транзакцию, а также мощности майнеров, которая называется газ фи. Если вы уверены, что вашу работу купят, есть деньги на эфирном кошельке и желание продавать свои арты, то жмем подтвердить, и лот уходит на площадку. Следует понимать, что формируя цену на свои работы, нужно опираться на то, чтобы окупилась комиссия, и вы что-то заработали. Ведь платить газ фи нужно будет за каждое размещение, независимо от того, купят у вас что-то или нет. Помимо OpenSea, есть и другие площадки, которые я уже упоминал. К примеру, Rareable. Принцип там абсолютно такой же, просто интерфейс посимпатичнее и работы более продуманные, что ли. Но и работы с Rareable и с других площадок тоже продаются на OpenSea. В общем, ссылки на все ресурсы оставлю в описании под этим видео. Творить, продавайте, зарабатывайте. Сейчас как абсолютные ноунеймы, так и очень именитые художники продают свои работы. Чаще это странные и не совсем понятные произведения, реже качественные арты. Но почти всегда они продаются за довольно большие деньги. Их авторы быстро богатеют, получают славу и уважение крипто-сообщества. К примеру, проект CryptoPunks, созданный двумя художниками в 2017 году. Это такие пиксельные персонажики, которых поначалу раздавали просто бесплатно по фану, но из-за того, что они выходили очень ограниченным тиражом, по одной штуке в одни руки, люди увидели в них ценность. За 4 года с небольшим CryptoPunks создали более 10 тысяч уникальных персонажей и заработали с их продажи чуть более 195 миллионов долларов. Еще раз. Два чувака рисуют пиксельные лица и продают их на OpenSea. 195 миллионов баксов за 4 года. И таких примеров сотни. Художники-анонимы могут поднять неплохие деньги за откровенную мазню. Можете сами зайти на OpenSea, потыкать на разные категории и посмотреть, как вам вот этот пиксельный корги за 7 штук баксов, или вот этот лунный кот почти за 1000. Логичный вопрос. Нахрена люди покупают это? Вот она бесплатно лежит в интернете. Я могу нажать правой кнопкой мыши по каждой из этих картинок и скачать бесплатно. В чем прикол NFT-токена? Все дело в человеческой вере. Любое искусство ценой не потому, что художник рисует лучше всех. Если люди верят в то, что это искусство имеет ценность, то картина будет стоить дорого, независимо от того, что и как на ней изображено. Для лучшего понимания приведу два примера. Камни Раи и Бэнкси. Камни Раи использовали островные племена Яб в качестве валюты. Такие известняковые диски с дыркой посередине. От 7 сантиметров до 3,5 метров в диаметре. И весом они были от нескольких грамм до нескольких тонн. Ябцы плавали на соседний остров, нарезали известняк и перевозили его через океан на своих каноэ. И вот однажды группа аборигенов добыла гигантский камень Раи. Но при перевозке каноэ опрокинулась и камень утонул. Моряки приплыли на главный остров и рассказали всем, что произошло. Было решено, что мореходы по-прежнему владеют камнем. Почему бы и нет? Камень Раи ведь не исчез. Он просто лежит на дне. Поэтому будем считать, что он часть нашей экономики. И в следующий раз, когда моряки покупали бусы или ракушки, они расплачивались просто своим честным словом. Мол, спеши, с моего счета, с лежащего на дне камня. Сука, серьезно? С наши деньги? Да, серьезно. Ты не верил? А вот другая история. Блокчейн-компания Injective Protocol покупает картину Бэнкси под названием Marons White за 95 тысяч баксов. Сканирует ее и переводит в NFT-токен точно так же, как я показывал вам ранее. Токен выставляют на крипто-аукцион, а саму картину сжигают. Таким образом, они демонстрируют, что невзаимозаменяемый токен привязан к цифровому образу предмета искусства. Они буквально превратили физически существующий предмет в виртуальный актив. На самом деле нет ничего ценного в фиатной валюте, камне, предметах искусства. Есть лишь одна причина, по которой они имеют какую-либо ценность. Мы решили, что так должно быть. Именно мы наделили все эти предметы ценностью. Такая вот общая фантазия. Современный человек постепенно переходит на электронные деньги. Получил зарплату на карту, оплатил жилье через приложение банка. Фактически мы не видим в руках бумажные деньги или чеканные монеты, а распоряжаемся цифровыми активами. Но NFT это как аналог реальных вещей в цифровом пространстве, потому что этот токен невзаимозаменяем. Взаимозаменяемость означает, что одно можно заменить другим идентичным, как, например, денежные купюры. Одну купюру можно заменить любой другой подлинной купюрой, и она будет стоить столько же. Это позволяет обменивать одни деньги на другие. Однако такое свойство взаимозаменяемости совершенно не подходит для предметов коллекционирования. Один художник рисует две картины. Первая стоит 100 долларов, вторая 300. Заменить одну другой не получится, потому что одна картина не равна другой, ибо она уникальна. То же самое и с невзаимозаменяемыми токенами. Каждый из них уникален и неравнозначен другому. Токены невозможно скопировать, их можно лишь передавать от одного владельца другому, продать или подарить. Они могут служить доказательством подлинности и права собственности в цифровой среде. Таким образом, NFT-токен пиксельного персонажа, токен золота, токен гифки или аудиозаписи не являются ценными сами по себе. Люди наделяют их ценностью. В подобной экономике нет ничего нового. К примеру, многие онлайн-игры уже имеют свою собственную устоявшуюся экономическую модель. Накрафченный шмот или лут не могут скопировать другие игроки, и можно лишь безвозвратно отдать предметы бесплатно или за деньги. NFT-это новый уровень человеческой веры в собственность. Это уникальный вид актива. Но больше всего взрывает мозг следующий факт. Токенизировать можно не только картинки, гифки или видеозаписи. Токенизировать можно реальные ресурсы. К примеру, на бирже Bittrex торгуются акции Tesla, Apple и многих других компаний. Но это не настоящие акции, а токены, которые привязаны к их цене. Есть токены, привязанные к золоту, например. На blockchain.com можно купить монету, которая привязана к цене золота, и она обеспечена реальным золотом, которое лежит в швейцарском банке. Казалось бы, в чем смысл покупать токен золота, когда за те же деньги можно купить кусок настоящего золота и сделать из него цепь, серьги, зуб, наконец. Токен тупо удобнее, если вы хотите хранить золото в виде актива, его не надо физически перемещать, его легче продать, купить, и не нужно бояться, что его сопрут. Так почему же люди вдруг стали скупать за баснословные деньги эти самые NFT токены? Ладно, золото там, акции, но гифки, музыку, посты в соцсетях, нахрена? В чем, блин, выгода? Единственного правильного способа заработка на покупке NFT не существует. Кто-то рассчитывает на то, что на фоне растущего интереса к NFT вырастут и цены на имеющиеся цифровые активы, мол, сейчас я куплю картинку подешевле, а завтра вот она подорожает, я ее продам. На основе NFT строятся внутриигровые покупки, например, в Guts Unchained, CryptoKitties и многих других. Можно купить редкие карточки или редких котов, чтобы потом продать их за реал. Можно зарабатывать на кредитовании коллекционеров под залог. К примеру, Marketplace NFTFI выдает такие кредиты, а в случае невыполнения обязательств перед заемщиком забирает право собственности на NFT. Некоторые рассматривают NFT как поддержку любимого автора, некоторые наравне с коллекционированием антиквариата. Специально для филателистов австрийской почтой даже выпускаются CryptoStamps. Это марки, связывающие цифровой мир с реальным. Криптомарки, как и обычные марки, используются для отметки почтовых отправлений, но после сохраняются в виде цифровых изображений на блокчейне эфира, что делает их доступными для продажи в качестве цифровых предметов коллекционирования. Возможно, они когда-то вырастут в цене и сделают своих владельцев миллионерами. В формате NFT продают недвижимость и домины, а аналитики считают, что NFT могут упростить получение авторских прав на аудиовизуальный контент. К примеру, певица Grimes продала коллекцию NFT с неизданной музыкой за 6 миллионов баксов, и теперь все авторские права на эти произведения принадлежат не ей, а покупателям. Интерес к NFT легко объяснить на примере DeFi или децентрализованных финансовых сервисов. Если сейчас в моде NFT, то с весны по осень прошлого года все обсуждали DeFi. Один из ярчайших примеров DeFi — токен EarnFinance. Децентрализованная валюта с эмиссией всего 30 тысяч монет обеспечила доходность в 35 тысяч процентов за неделю с момента появления. Условно говоря, человек, вложивший всего 10 долларов в EarnFinance, через неделю получил 3500 баксов. Такой бурный рост пробудил дикий интерес к DeFi токенам. Самые проворные находили такие DeFi, которые только выходили на небольшие биржи и покупали их активы на небольшие суммы. В случае, если хотя бы один такой токен вырастал, это покрывало все расходы и выводило трейдера в небывалый плюс. Даже если среди таких DeFi токенов находились мошенники, ничего страшного. Можно было на Изи поднять десятки тысяч баксов. Но с точки зрения скептика, NFT больше похоже на временный бум. Технология вряд ли сможет совершить революцию в копирайте, так как временно нельзя передать права на собственность, да и большинство произведений, продающихся подобным путем — откровенный скам. И не исключено, что вы зря потратите время и деньги. Возможно, технология найдет свое применение в других сферах, например, позволит бороться с перекупщиками, ограничив перепродажу тех же видеокарт или приставок. До сих пор есть скептики, считающие биткоин финансовым пузырем, хотя цена на один биток в 60 тысяч баксов уже. Что говорить о рынке NFT, где отдельно взятый токен может стоить более 60 миллионов долларов? Многие могут посчитать это пузырем внутри пузыря. Возможно, в этом есть доля правды. Пиши в комментариях, что имеет ценность лично для тебя. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, прожимай лайк и чекай описание. Там есть ссылки на все наши социальные сети. Очень советую нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Всем спасибо за внимание. Покеда!